Ребята, в общем, вчера были очень громкие взрывы днём, но я, слава богу, их не слышала, потому что была на работе, но на самом деле они были очень недалеко от нас, там, где мы живём. Представляете? Очень недалеко. И мне сказать, что это было просто очень громко, даже громче, чем позавчера. В общем, не знаю, конечно, это всё очень расстраивает, это неприятно. Я даже не представляю, типа, хорошо, что я была на работе, но ты же постоянно тоже не можешь так, то ли на работе, то ли бежать в метро, гарантировать ничего невозможно. И иногда у нас звучат взрывы, когда нет тревоги, то есть бах и всё. Ну, как бы, не знаю, взрыв уже произошёл, уже куда бежать, что делать, или когда тоже даже тревога начинается, куда бежать, если до укрытия, там, 20 минут, или даже те 5 минут, которых нам не хватает. Вот это вот всегда очень напрягало, мне кажется, всё-таки надо обустроить как-то укрытие, потому что, ну, этого не сделано, или построить ещё какие-то укрытия, чтобы их было намного больше. Не знаю, ну, мне так кажется. Ну, ребят, ладно, у нас утро, я ещё, наверное, я очень хочу спать, ну, ладно, и пойду за кофе. Будем пить кофе. Ребят, очень рано сегодня приехала на работу, и этому очень хочется купить кофе. У нас похолодало достаточно, ну, вы видите, да, уже ветер такой. И курточка вот эта у меня, это даже не куртка, это такая вот, как, ну, лёгкая кофточка, она практически ничего не греет. Но сейчас я всё равно посоветовала что-то с собой брать. И обещаю дождь. Вчера, кстати, ливень такой был, и какими-то такими, знаете, временами. Бах, ливень, потом бац, солнце, потом бац, ливень. Ничего он не напоминает, ничего не напоминает, мне напоминает гамбург, там тоже полная погода поменяться 20 раз в день. И тоже с такими либнями. И теперь у нас то же самое. Всё уже с кофе, вольная. Привет, ребят! Покажу вам самое любимое, это цветочки, клумбочки. В общем, сейчас утром на работу, очень рано. И тут решила показать вот такую красоту. Конечно, сейчас это, наверное, никому не интересно. Но, блин, очень красивые клумбы. Вот тут клумбы. Вообще. Я, кстати, тоже не особо-то ценитель. Никогда не бегу там смотреть клумбы. Но эти очень красивые, реально. Вот, надеюсь, вам тоже придадут хорошего настроения. Вот и здесь ещё красота. Ну, скажите, скажите. Вот, блин, так не выспалась, капец. Кстати, ребят, посмотрела вчера новый фильм Санни Тейлор Джой, Фуриоса. Вот, это такой постапокалипсис. Честно говоря, мне не сильно понравился. Но кто любит такие, как киберпанк, фильмы чисто на визуал посмотреть, я думаю, в принципе, стоит. Но мне как-то не очень, честно говоря. Было скучновато. И не очень... Так, не то, что я люблю, скажем так. Знаете, ребят, мне кажется, самый прибыльный бизнес у нас, ну, может, в Украине, ну, конкретно в Харькове, скорее всего, это кафешки с кофе. Потому что все постоянно пьют кофе. Вот. У нас он стоит где-то в среднем, да, 45 гривен. Смотря где вы покупаете. Есть такие всякие кафешки, типа какой-то свитер называется. Знаете, так на английском написано, свитер. Типа сладенько, наверное, на английском. Не знаю. Вот. Еще есть просто во всех кафешках. Еще есть просто такие маленькие забегаловки. И везде есть кофе. Не знаю. Мне вот в магазинчике обычно нормально. В принципе, вкусно. И цена там 33 гривны. То есть, немножечко дешевле, чем в других. Но стаканчик там тоже маленький. Наверное, зависит еще от объема. Но, ребят, честно, я не люблю натуральный кофе. Мне не нравится его вкус. Не знаю. Кто-то писал там в комментариях. О, боже, это сублимированный там какой ужас. Вот. Чай я тоже не люблю. Еще неплохо какао. В принципе, сейчас я в магазине тоже брала кофе. И там было несколько наименований. Типа шоколад. Шоколад с молоком и молоко с шоколадом. Я, блин, спрашиваю, а что это значит? Что это за такие странные названия? Ну, она что-то сказала. Типа шоколад с молоком вкусный. А молоко с шоколадом что-то там такое себе. В общем, непонятно, да? Название практически одно и то же. А смысл в этом как-то я вообще не могу понять. Надо пробовать. Вот, ребят.